доброго дня я из украины и я рада вас видать на своем канале девчата хочу с вами сейчас очень быстро прям быстро 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 приготовить запеканку творожно-тыквенную у меня есть группа растиночек которые начали обсуждать как-то в чате у меня есть тыква у меня есть горбуз шо мини приготоваты шо мини приготоваты так вот я вам пришла на помощь и такую запеканку я делаю очень и очень часто она очень вкусная и полезна и с добавлением тыквы эта запеканка обогащается конечно же клетчаткой что мне понадобится всю граммовочку а также кабыжи у я оставлю вам закрепленном комментарии что мне понадобится это яйца это творог у меня здесь будет йогурт вместо йогурта можно использовать сметану например также ванилин ванилин у меня идет ореховый миндальный очень-очень классный это кукурузный крахмал ну и собственно сама тыква значит можно добавить сахарозаменитель но я уже последнее время наверное больше года практически его очень крайне редко использую выпечки но крайне крайне редко вы если хотите можете использовать какой-то ваш любимый сахарозаменитель у меня это либо стевия либо фит парад номер семь больше мне ничего не подошло так ну что для того чтобы начать готовится очень быстро желательно чтобы был хороший такой блендер чтобы такой знаете как взблендерил как взблендерил значит мне сейчас нужно подготовить тыкву можно ее отварить а можно порезать кусочками я уже вы видите я ее почистила сейчас просто порежу кусочками можно и отварить и запечь предварительно да но я порежу кусочками и отправлю микроволновку на 10 минут пока готовится моя мей гарбуз я добавляю беру творога творог у меня пять процентов жирности творогу добавляю яйца и сейчас это буду блендерить ми гарбуз мягкий как раз то что доктор прописал вот чем мне нравится микроволновка раз-два и готово перекладываю тыкву к творогу добавляю немножко ванили и одну столовую ложку кукурузного крахмала и чуть не забыла две столовые ложки белого йогурта у меня можно сметану и теперь вот такой консистенции получилась масса теперь я перекладываю у меня силиконовая форма у вас возможно керамическая да вот ну в свою любимую форму скажем так мне очень нравится силиконовый во первых не пристает быстро мне нравится сейчас очень разнообразные сейчас разные разные виды есть поэтому я использую силиконовую вот ни разу еще не пристала кстати напишите пристает ли у вас если вы выпекаете именно в силиконовой форме напишите мне пожалуйста буду знать как же это у вас духовка у меня уже разогрета на 175 градусов сейчас вот так вот немножечко подровняю чтобы она так успокоилась в этой форме распределилась и отправлю в духовку сколько мне понадобится времени я вам потом скажу когда уже будет запеканочка готова так отправляю в духовку вот такая красота у меня получилось мне понадобилось 50 минут сейчас я вам покажу как же она как мы ее будем доставать достается он видите даже видно он отходит отходит легко-легко сейчас я вам все покажу так ну что как и обещала сейчас вам покажу как легко можно вытащить из силиконовой формы и собственно то что вы готовите то что я готовлю девочки вы посмотрите даже и не думала одинаковые что форма практически свет цвет 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 что тарелочка смотрите легким движением руки девчат смотрите какая краса получилась боже она такая нежная такая прям ох 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 какая красавица боже как красиво она получилась ну и конечно же так же как вы любите давайте мы с вами посмотрим как же запеканочка выглядит середине середины режется так боже девчат какая она классная смотрите 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 какая она у нас получилась и вот ну кладезь кладезь полезности клетчатка белок боже какая краса такая текстура смотрите прям видно 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 все 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 брещенки это просто это ну там